Чао! Алло, ждёте, да? Красавчик, красавчик! Бегите наверх всех! Боже мой, голодный, голодный, несчастный! Смотрите, все пять голов Смотрите, литигану, литигану, кричат! Боже, голодные, голодные, несчастный! Так, а вот и мы, чао-чао, друзья! Мы сейчас только что были в Восилонке попить, пошли взять кофе и снова там поругались, я полном смысле слова поругалась с этим барменом, там же был другой бармен постарше, но всё равно, и мы, прежде чем заказывать кофе, он нас сразу предупредил пить только на улице. Арину спросил, она говорит, ну хорошо, но помешать сахар-то можно? Нет, нельзя, представляете? Вот, я говорю, да, пошли не в задницу, короче, я ещё не имею права, блин, встать нормально, перемешать сахар, короче. И, в общем, как, слово за слово, и я им показала, говорю, вот эти, главное, там сидят внутри, за столиками их слушающие, вот эти, главное, могут сидеть, а остальные люди для вас что, овцы какие-то выгоняют на улицу, блин? Вот, короче, я такая строптивая, блин, поругалась, мне пофиг, блин, я даже не имею права просто постоять за стойкой, чтобы помешать нормально сахар, козлы вонючие, блин, что делать? А недавно мы, кстати, с Катюшей, что случилось у нас, мы когда встречались в городе, и мы зашли в центре в один китайский магазин, маленький такой, там тоже вещи продают, всякие сумочки, всё такое. А Катя сказала, что там продавщица, это китайка, она пришибленная какая-то, она постоянно ругается, когда Катя как-то зашла с девочками в магазин, девочки там начали трогать вещи, это было ещё до этого вируса, девочки, Сашу и Жене начали трогать вещи, они, нельзя, чтобы дети трогали вещи? А Катя спрашивает, так, девочки уже достаточно большие, чтобы сами выбирать, может быть, они себе выбирают что-то? Нет, нельзя, и она, давай их выгоняйте с магазина, представляете? И вот мы недавно с Катюшей снова зашли в тот магазин, у Кати маска сползла с носом, она как начала кричать, идите вон с магазина, представляете, прямо нас начало выгонять. В общем, слушайте, такие люди пришибленные, становятся с этим вирусом прямо. Короче, мы приехали уже снова в китайский большой супермаркет найти свекрови эту пижаму, котиков покормили с утра, поругались с утра, кофе попили, сейчас приехали за пижамой. Друзья, можно дома, и смотрите, я только что сделала мясное рагу, видите, домашний фарш, короче, лук, морковка и помидоры. Помидоры, все, и я, видите, сразу кинула бешамель, я люблю делать лазанью, вот так вот, вот рагу, смешиваю с бешамелью, быстро и удобно, потому что так удобно и быстренько, и даже вкусно, вот так вот размешиваю, потому что когда классические лазанья делают отдельно, отдельно кидают мясное рагу, а потом отдельно кидают бешамель, я думаю, да какая разница, елки-палки, а почему сразу не размешать, я когда первый раз попробовала, мне очень понравилось, вот, и кстати, очень многие по моему рецепту, по моему методу, тоже смешивают сразу мясное рагу с бешамелью, и не жалеют, действительно очень вкусно. Хотя, конечно, это неправильно, это не классический вариант, но хочется то вкуснее и быстрее и удобнее. Так, я снова сделала две маленькие лазаньи вместо одной большой, потому что мы с Ириной договорились, что мы не хотим кушать лазанью, вот, смотрите, вот одну лазанью я испеку, а другую лазанью, закрою так крышкой, обязательно с той стороны фольгуй вниз, сейчас по картой наверх, вот видите, какая крышечка специальная, фольгуй вниз, я подписала лазанье дикарное, это значит мясное лазанье, чтобы знать точно, что это за лазанье. Вот, вот так вот защёл, защёлкиваю, и от уголки, конечно, и всё, и морозильник до следующего раза. Мы, с Ириной, сегодня с утра взяли вот такую вот пасту, она свежая паста, вот, спагетти, свежие спагетти, видите, яичное, такое вот, свежее тесто. Мы решили сегодня пообедать именно вот такие спагетти со свежей пастой, с тунцом. А лазанью, что я испеку, мы поделим на три части, чтобы одну часть Никита будет обедать, вторую часть, как говорится, Ирину завтра с собой возьмёт на работу, а третью часть сыну Ирину, вот так вот. А это лазанья морозильник, до следующих, до лучших времён. Так, всё, Никита, лазанья фронта, и вот я сделала вот это вот, эти спагетти свежие, с тунцом, каперсы и помидоры. Всё, приятного нам аппетита. Так, друзья, у нас после обеда сейчас около трёх, полчетвёртого, мы пошли наши рисовые поля прогуляться. Вон, мы оставили позади наш район, с той стороны, в той стороне у нас город. О, ещё один с канала. Вот, только буквально секунду. Ага. Канальчик. Ничего, нафиг. Ничего, каскада. А ну, ага, термонат. Нет, нет, водопадейка, потому что она стоит. Вот, вот там у нас город, видно наш купол далеко, наш центральный купол. Обычно я, когда я хожу в рисовые поля, я иду туда, в ту сторону, налево. А вот раз мы пошли сюда. А, ого. Сколько их тут? Это фамилия, чё? Вот, мы сейчас только что свернули, и мы решили пройтись по нашим просторам, этим, до ближайшего района, вот там далеко-далеко, те домики начинаются, там, ближайший район. Здесь живёт свёкор Катюшин, кстати. Тут у нас внизу каналы. Ну, сейчас воды нет, потому что воду перекрыли. Вот, весной снова пустят воду, и будут все эти рисовые поля снова с водой. Смотрите, какой огромный овраг. Там всё канал. Не дай бог упасть туда. Мы уже порядочно дошли. Вот я до вам уже намного ближе. Вот такие вот наши рисовые просторы. Сегодня много людей гуляют. Мы видели, как только вышли из дома. Просто мы пошли в такую дорогу, что здесь очень редко кого можно встретить. Именно этой дорогой. Я включила свой шагомер. Посмотрим, сколько мы нашагаем сегодня с Рину. Вот мы партизаны. У нас пригрело солнышко. Видите, грязь получилась. Хоть сейчас замазюкаемся, гай. Будем в этой грязи. Сейчас посмотрим, куда мы дойдём. Вот там уже тот район. Вот. Нам надо куда-то туда идти, в ту сторону. Чтоб дорога закончилась туда. Вот мы сегодня партизаним с Рину. Вот это... Вот это, да. Вот это... Офигеть, что творится. Смотрите, какая высота. И вот нам наши тени. Офигеть. Пропасть какая-то. Не сьёшь себе. Сейчас решили пройти ещё вдоль этого поля туда. До той дороги нормальной. И дойдём до следующего района. Всё равно уже ботинки все грязные. Брёвнышко приградило нам путь. Мы только что через этот ручей переплыгнули. Мы вышли оттуда. Всё. Мы перешли. Уже более-менее вот там начинается нормальная дорога. Где люди ходят. Люди, видать, уже с того района, куда мы идём. Ой, какие мы молодцы. В нашем районе много людей выходят гулять по рисовым полям. И в этом районе тоже. Вот сколько людей выходят гулять. Тоже пустырь. Никого нет. Парочка прошла с женщиной, собакой и мужчиной. Женщина в маске. Полностью у нас закрыт. Бестолковые люди выходят в рисовый поля. Прошла свежим воздухом. Полностью закрытая. Под этим намордником. Ой, балдесы. Зашли до этого моста. Вот тоже район Бикока. Эти там дома. Ну, мы пошли по этому мосту. Снизу проходит Азенцали. А наш район вот там. Далеко-далеко там дома видны. Вот так вот. Сколько лет в Жерзи живу. Никогда здесь не проходила. Там, видите, чья-то вилла. Спряталась. Деревья хорошая такая вилла большая. С башней кто-то там живёт. Здесь какая-то кашина, видать, заброшенная. Цепличка. Осторожно, что стена может падать. Я говорю, я в это время верю почему-то. Смотрите, сколько кирпичей внизу упало. Вот представляете, что не дай бог на кого-то упадёт эта стена. Старая сессия. Тут тоже люди все в масках. И даже дети в масках идут, гуляют. Вот так вот. Вот тоже заброшенное строение. Тут очень много у нас заброшенных всяких ферм, строений. С этим Евросоюзом грёбаным. Ну, мы уже куда-то выходим. Наверное, где находится супермаркет Мэди. Куда мы иногда ездим. Велоспезим. Алли-ялуи, друзья, мы дошли до асфальта. Наконец-то. Вот мы оттуда пришли. Там грязь какая-то. Боже. У Ринук, смотрите, какие штаны и кроссовки. У меня тоже какие штаны и кроссовки. Вот здесь ботинки. Пипец, блин. Партизаны. Прогулялись. А, вот там вот. Сессия. Там находится супермаркет Тотэн-Ади. А мы идем. Компус спортиво Чентауэр. Слэн, а для милитарей. Серь? Здесь был спортивный центр. Называется Чентауэр. Военных был спортивный центр. Всего закрыто. А, ну да, военных. Видите, тут всё. Проволока. Вау, друзья, смотрите, какое шикарное дерево. Лимонное. Там столько лимона. Очень красивый тут дом. Очень красивая вилла. Две машины. Видать, там баскетбольная сетка. Здорово. Красивая вилла. Такой лимон там. Шикарный лимон. Вообще хороший дом. Ой, Тём, что там такое? Там какая-то собачка под зонтом. Кеготина, как раз. Блина. А, здесь кошечки живут, друзья. Дуй котинку, а? А, а какой-то абандоната. Мама ми, Карин. Мама ми, Карин. Мама ми, я себе про бандонат. Боже, какой красивый котяр. Вот сколько людей, как на парад. Все высыпали на улицу. Мы уже дошли до нашего ближайшего района, где наш ближайший супермаркет. Этот тигрис уже. Идем до дому, до хаты. Надо буквально пройти. В общем, мостик. Здесь все поля. И мы уже дома. В белых этих платьях. В белых платках. Темнокожие все. Ну, почти все. Там двое. Две темнокожие на велосипедах катаются. Довольны? Ну что, итог наших гуляний. Полтора часа, девять тысяч шагов. Грязные бутинки и грязные штаммы. Две темнокожие на велосипедах катаются.